Намного меньше электричества на кондиционировании. Жора хватит. Успокойтесь. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Опять надоел молока и опять все исчисляется ведрами. Уже пена села. У меня еще вчерашнее не прокисло. То, которое было просепарировано. Сейчас надо что-то думать делать с молоком. То есть в холодильнике у меня стоит пол ведра. Вот пол ведра ведро. И еще вот эта кастрюля занята, где я обычно грею молоко. Ладно, с этим разберемся. А пока... Смотрите, сколько цыплят уже. Налупилось. Я их даже не считал. Ну, как бы так. Кучка нормальная. Жора, нельзя. Сегодня утром проснулся. Вроде где-то пищат. Вроде должно быть больше. Но наклевок-то было много. Я же вовнутрь в инкубатор. Там как бы два цыпленка, грубо говоря, достал. И все. Гляньте, он черненький какой негритенок. А оно как получилось. Цыплята вот эти взяли. И вон туда, в щелку. Повыпадали. И там по низу бегает. У них там лофа, своя жизнь. Ходят, пропушились уже, прогрелись. Доставать очень неудобно. Там же щелка тонкая. Ну, достал. В принципе, все хорошо. Вот. Так. Цыплят убрал на ящик. А то Жора... А то Жора тут не просто так скачет. Да? Заинтересовался. Он же балованный, поэтому не стоит. Воду выпили. Яйцо вчерашнее съели. Уже второе яйцо накрасил. Сейчас воды поставлю. И буду разбираться с молоком. Выходи. Блин, опять хмарится. Опять хмарится, ребята. Мне надо в магазин. Завтра идти на работу. Надо купить себе какую-то плюшку. Такую простую, которую не греть, не разогревать. Сразу в жерло закинул. Как бы сыт, доволен. Фух. Пойду в фикс прайс. Там хорошие бублики продают. Мне как раз две пачки дешёвых этих бубликов хватает на то, для того, чтоб наесться. Главное в этом деле, ребят, под дождь не попасть. Сам промокну фигня, вот камеру жалко. Фух. И да, ребят, надо зайти ещё до матери. На обратном пути заскочу. Там ей помочь надо, она звонила. И попросить Антоху, чтоб положил мне на счёт на Билайн деньги. Я ему наличку. Он мне с карты, не с карты, он как-то через интернет может это сделать. Тёмное дело. Потому что у меня закончились деньги, соответственно закончился интернет, а на работе без интернета тоска. На сирене мне было классное состояние часа. Что моё было клонало? Что моё получилось? Или не пуст Success Конечно Должно мы слышали, что и после карты на карты на све bebebe被 EM методом Indian не похоже пахнет, как её зовут. Кто-то попал, там ЗАГС у нас ребят, кого-то отвезли. Холодно, детвора прямо в фонтане купается. Блин, какой-то Армагедец, в центре, ребята, не помню, говорил, не говорил, снимать вообще невозможно, только руку подымаю, сразу люди такие на меня, что он там собрался делать, с рукой разговаривать, и когда людей на тебя столько смотрят, мрак. Оказывается, сегодня выходной, суббота, поэтому Армагедец такой, ну что смог. Сейчас до Антона, надеюсь, он меня выручит, превратить бумажные купюры в электронный нал и пополнить счёт моего телефона. А матери, матери, матери надо спасти вот этот шитер, переложить, потому что тут розы не получается расти, надо перекидать. Привет. Тут даже две розы, сейчас с Антохой может переложим. Антох, можешь на телефон рублей 400 кинуть? Айте наличка. Сейчас я номер схожу, не на МТС, на Билайн, или у тебя есть? Не знаю. Так а в чём у него отличие от простого? Мощнее и разъёмнее. Больше разъёмов. Ну по размеру такой же, да? Да. Ух ты, он такой это, ну как, прям ощутимый, тяжелее. Это радиатор у него мощнее, или почему он такой? Ну прям, прям гирька. Наверное, но он наверх понял, то ли и там бронза стоит, то ли просто называется он бронзовый. Может из-за вставки вот этой, ну цвет. А это чё? А вот это с ним идут, да? Угу. Приди, где надо, подцепляю, чтоб лишних не мотлялось. Классно. Я понял, можно создать ту с кайму, которую тебе нужно. Да? Супер. Так а стоит? 6-750. Японский. У меня аж плохо стало. Охренеть. Я уже заказал, а как? Как что? Ну, в смысле, ну заказал-то остальное. А. И как я его подцеплю, знаешь? Ну да. А, ну это вы комплектующие, я понял. Да, оператива, она хотела оперативу другую. Цены. Оператива хотела другую, ну это. Так ты, наверное, кулер, чистый кулер. А вот и то-го. Нет, да? Кулер, материнка и оператива, и всё. Только чуть-чуть. Так один кулер, ну за пропеллер, да? Да. Да. Так мне он сказал, говорит, вот это бери по-любому, хоть какой процесс у тебя не будет, бери вот этот кулер. Он двойной, что ли? Ну, в смысле, вон ещё вентилятор. Пойди, да. Между радио. А вот корпус, да? Да. Бултал. А, ну вот это большой кулер. Да. Ну посмотрим, когда соберёшь, ну, визуально тут-то непонятно разумеется. Ну да. Тоже. Да, ну ни хера себе. Нормально. Так он с подсветкой идёт, или это материнка такой отдельно всё светится? Не, ну, сам вот он подсвечивается. Ну, я понял, а вот внутри него. Оператива светится, ну, оператива с подсветкой. Ну, я понял. Ну, я понял. Ну, я понял. Кулер там можно поставить. Ну, это, по идее, там уже есть. Охереть. Мониторчик. Ну да. Тебе такое не надо? Нет. Нет. Малой вроде не комплексует сидеть там на картинке. Нестяк. Решили на почту зайти, пришла мне посылка небольшая. Сейчас Антоха получит её. Ну, на него выписывали просто. Покажем. Зародничанская, 81. Давай, давай. Тебя внутри ждать, или тут? Чугунень. Решётки уже поставили. Сейчас присел, штанцы порвал, он сзади, глянь, не видно, когда иду. Вот тут. Чуть-чуть видно, да. Наталяй, подошел. Лохмут. Да, нормально, смотрите. Блин. Пойдёт. У меня чёрные штанишки, это тоже маленькие. Ну, чуть-чуть. Ну, эти тоже узкие, видать, ну, как присел. Он там просто разгибает, что здесь, где карман, он так начал, по чуть-чуть помесел. Класс. Не, ну, где карман, не так страшно. Тут он всё вывалится может. Не алю, ну, уже до дому дойдут, до шкрябок. Пойдёт. Вот, посылка, ребят, сейчас посмотрим. Торвьёная. Золото-брюлянда, ты же пытаешься. Да, зубарную мышцу. Да. Для Наташи. Она крепкая. Мне хочется, ты питаешься. Вот-вот. Там же видишь, ещё бумажка эта. С рисунком, да-да-да. Капитан Америка, и тут я покрашиваю. Видишь, как брызгали, ну, с поролонкой была. А, ну да. Рисунок ложили. Ну, там же, типа, поролонка. Ну, да. Ну, она похожа на мою, у меня ядерный взрыв этот, или как было. Ага. Ну, попробуй уже, наверное, надеться. Формат. Да ладно. Не, ну такая же поэтому. Ну, дырки такие. Одену. Сейчас до тебя придём там уже. Там у меня просто в чехле Денис колизит. Ну, сейчас всё повысыпается, нафиг, а там на столетие не было. А, разорван этот чехол? Да-да-да, я же поэтому и выписал. Я же, ну, там периодически что-то храню. Не-не-не-не. Я же только из-за этого и выписывал, что, в принципе, телефон не жалко. Вот там тот день, что-то раз, положил нормально. Ну да. Выкинул. Вот так. Как благородный граждан. Не, ну только так. На камеру только так. Ха-ха-ха. А не, я тоже такой, нафиг. Я лучше, чтобы тарман кинул. Согласен. А дома выкинуть. Паролом покрасили. И тут. Сейчас попробуем, оденем ребят. Думой чехол уже, всё, тут вообще порвался. Эх. Видите, для чего у меня чехол ребята. Хоп. 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 Огонь. вот это огонь как я смотрюсь матери опять крыша потекла ребят но где труба подтекает сейчас пойдем посмотрим я не знаю чего там уже делать где труба выходит из крыши тут тоже дожди были стенка намокает болит щель шифер биты мы сюда не делали крышу течет может вообще цемент знаешь репа там же цементом было замазано по ваш но повод дерево им и клеит ну да простой повод лучше всего дерева клеит учета вроде все нормально отечет да а стоит у нее значит есть время протечь она чуть выше поднялась и потекла так это уже все это это котельная надо будет так цементом там он сделать скорее всего вот это она тут собирается не знаю почему я тут не замазал думал что то что и везде за все удобно когда на 3 надеваешь насадку наверно дома насадка есть но надо перфоратор но перфоратор же думали самая цемент за него залезешь с ведро были взять устав сюда сразу чтобы не с ним ну наверно да сет далеко сильно не это не уходим постепенно там можно рукой ямки не отсюда постепенно на нет а потом уже сам залезешь анток замажешь черная херня что залезло это ты молодец где антоха антоха она доска будет течь четко сполоснуть а ведро все ребят розы спасены отойдут конечно у них видал что у нас есть все ребят розы спасены отойдут конечно у них видал что у нас есть зигзаг какой получился выжить пытались ух ребят душно опять дождь похоже будет надо успеть на завтра накосить травы сейчас наверно вот сюда сюда приду соседи опять наворуют травы на им принципе не нужна мне как нельзя кстати территория тут большая полоса как если все скосить думаю хватит на завтра послезавтра пока на работе буду так она покажу пока гулял ребят надо посмотреть не вылупился ли кто-либо еще надежда то есть четко раз два три четыре достал вот это не помнили он убежал уже четыре или пять штук достал пока я ходил прибавилось не знаю сколько их уже наплодилось ребят но уже прям такая куча кучная не то что в тот раз главное кота сюда не пускать и будет счастье штаны порвались ребят вроде не сильно тут прям возле шва блин тут поперек шва жалко мои любимые штанишки так они мне нравились надеюсь иришка зашьет надежда слабо но вообще пришлите мне чугуневые штанишки ребят такие уж аж позвякивала в них при ходьбе но зато таки не убиваем и чтоб не рвались из чугуния варианты я думаю один у нас таких не продают ну что ребят уже как заположняк я пошел косить ливень мокрый правда сейчас уже прям начал косить пошел точно уже не останавливался уже вышел думаю ну чё уже короче промок основательно и по моему по моему дождь прошел почти все сливчики чё-то говорить